коллектив доброе утро у нас сегодня споттерная работа и мы как бы там гольфа продолжаем делать хотя суббота и короткий день но вы знаете он навряд ли будет короткий значит прикиньте пришел я а тут за ночь фиксики стойку дорихтовали и вообще в шоке с этой ситуации но отрихтовали стойку чё так не видно ничего на камеру легкий слой цинкового грунта на контакте где есть олова потому что реально прорыва прорывала не физики рассказали выглядит конечно да как бы вот смотрите ну знаете что так выглядит то что во-первых слой цинка примеру сейчас я как-то вот на виду и покажу вот от слой краски а как она да кажется что здесь ух переход какой надеюсь видно это все завод от нее а то скажите шо цисты наварил хорошо они сделали стойку вообще претензий нет вот смотрите видите как будто тут все криво 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 да но если взять правилка линеечку и поставить то не то что канцелярский лезвие с канцелярского ножа не пролезет а ну в принципе и так колхан хорошо показывает то есть вон у вот так зазор видно койде в общем поняли да какой зазор зазор не позор помним и теперь вот не хотят они отверстия нам заварили погрунтовали просто сейчас на дверь повешать один раз потянуть и повешать дверь поэтому с содой прошли всю стойку потому что пары паельной пасты они все портят ну вы знаете кудилка он получился хороший но помню его перемещали да немножко вот дед подплавывает ким как андрей бишенков сказал на троечку но спасибо андрей за троечку хоть давайте порог потянем вот так выглядит у нас порог у нас одна яма возможно получится сделать даже без поттера просто есть доступ а вот это явно не получится будет очень все печально раз-два вот это место чуть-чуть ушло тоже и этот кант тоже немножко ушел надо так потянуть что даже этот кантик немножко вышел ставим гидравлику тянем ну и как всегда поговорить в комментариях вот сколько канал только из канала вот сколько и пишут вчера но что-то написал сильно много разговариваешь а мало работаешь показываем работу я всем пишу что друг ты ошибся этот канал для разговоров это канал не на работе и кто хочет посоветить работу кому не нравится как кто-то если много разговаривают а хочешь посоветит работу идите на стройку там люди работают в поте лица если сейчас очень поняли сейчас у нас тут два развития события или потянем люди все классно останется мелко да рихтовать и там по господинке и потянем все как испортится шо еще и офигеем рихтовать и все по машине осталось на мой порог сделать приварить то что мы отсверливали там чем собрать набрать все уже будут как бы понедельник сегодня типа суббота короткий день поэтому я сильно работать не стремлюсь но поработать надо сильно не стремлюсь вот почему на гребенке нужно крутить потому что так низко а так быстро а между ними когда круто хорошо есть десятая резьба еще никогда ничего не обрывалась сейчас поднимется немножко будет вверх вверх это хорошо всегда можно что отбить большой доской вниз натянуть чем вытянуть вверх я не смотрю без музыки без ничего канал разговорного жанра поэтому мне нужно поговорить с вами пообщаться вдруг я вспомню какую-то очень интересную историю из своей жизни по моему мнению надо будет интересно а вы послушайте подумайте вот ты много базаришь давай работой нафиг нам твои веселые истории послушать не хотите ли ну в общем даже вот эта . проваленная но сантиметра два тянем тянем стучим как всегда первое колечко оборвало это уже к несчастью вот сейчас бери прикрыт прекращай работать только хорошо идет вот это правильно что это тоже идет потому что вот вот эта плоскость она была так под заваленная она должна быть примерно как бы 90 градусов она была завалена сейчас это все аккуратненько простучим надо было меньше калечек варить тогда бы мы больше вот этот эпицентрик вытянули чем края но нам так надо баллонный ключ жигулей любимая вещь немного мы вверх ушли поэтому его еще и завернул уже так вверх попробуем пониже потянуть вот так куда если перетянем ничего страшного подзабить сюда нужно будет проблема не дуть проблема вытянуть а не перетянем вот к эти груди получаются вот эти конечно надо было бы по обламывать час вот эту же не надо тянуть вот даже обусилитель порог ударился сам прикол что он и вот ударился так от удара он сыграл туда-сюда что вот побило все сиськи аккуратненько попробуем застучать заметили какой мне молоток на нас вот такой ручкой потому что я все время у нас еще не так как гидреаниматор а вот так кушает извини извините кушает по ресторанам по моему стрельного подлюка вот в этом месте надо будет споттером опять дернуть бросаем смотрим как получилось картик не разогнулся просто сейчас порогу проще надуть полностью чем картик разогнуть ну как он разогнулся но не до конца для это место немножко пошатал ничего тут олова нету пофиг у нас уже примерно что-то вырисовалась слой гермитоса положат до слой резиняки я просто не хочу если заварить а у нас же порог вообще кстати не привариваются вставочка не привариваются порогу она там на клею ну что-то уже знаете вот место одному балуется здесь надо мостная на поставить дальше что у нас тут давайте камеру пустим я кстати хотел стрим на лайк канал запилить час и работать она будут снимать я буду общаться с вами ну как я люблю да ну это подставки под телефон нормально нет надо будет купить какую-то подставку придумать крепление до штатива тогда можно будет стрим лечит на варе через каждых 5 миллиметров там должны на кенгуру крышу привести надо будут поехать на оплатить на склад я еще не знаю как консерву процедуру там склад дверь то есть они сюда должны привезти на миграция не туда привезут да я должен оплатить бумаги я не знаю короче потом но я узнаю все я за то что хочется побольше сделать потому что потом если придется покататься тоже трудно будет настроиться на работу вот слушайте как мы совмещаем приятное с полезным смотрите мы сейчас и базаре много да в то же время и работаем сейчас короче те кто писали что меньше базарь больше работают и прям они прям растеряются они прям не будут знать что писать и базарь и работают короче они в истерике по ходу там хочется написать да меньше базарь больше работы во время не могут удачная система рычага я вам честно говорю очень удачно сделано буквально за 15 минут когда я на ланцере на олд лендере не мог вытянут порог обратным молотком поэтому этот рычаг сделан он так долго уже работает крючка дура очки надевать сейчас вот так вот примерно его понадобаем если как правило кинуть здесь слояка пациентин и здесь было пациентин сейчас примерно сделаем там до 5 до 3 миллиметров а потом повешаем дверь повешаем дверь повешаем дверь где ты молоток и здесь надо хорошо потянуть тогда на пусто потому что там идет идет в этом месте он сильно выныривает вверх коралловый круг кстати был большой почти весь ушатал просто я делаю ошибку . он же металл типа сильно там не берет и он как раз вот но чем точке лепестковым так дальше опять . опять это сейчас вот одно место еще сделаем а и Вот, немножко подтянули. Конечно, по факту все может быть плохое, но теперь вот на этом участке, под контом, самый большой зазор, это вот здесь может быть миллиметра 3, а может даже и нет. Надо легко сделать. Ямка тут. Есть, нет. Это все полером потом доведется, но главное сейчас петельками весь зазор вывести. Ну вот, даже вот здесь. Теперь бугорок. Здесь у нас ямка, но мне кажется, здесь у нас очень вылетает порог. Раз. Надо пойти на ту сторону посмотреть, вылетает он или его просто надо аккуратно здесь вот так вот сделать. Тогда они будут вылетать. Вот еще есть. Но это можно постараться тоже попробовать изнутри доварнуть. Там доступ вроде есть. Вот что получилось. Примерно, да. Теперь надо это. Да просто если с дверью тянуть, мы не сможем стучать. Ну, неудобно будет, по крайней мере. Теперь вот у нас тут, где мы дергали бугорок, в принципе, уже хорошо. Здесь вот еще есть миллиметры 3-4 ямка, но тут надо понять. А, ее и так можно довануть. Есть бугорок, это мы потом застучим. Сейчас надо взять, во-первых, правило по ту сторону постоять, идеально ровно или нет. А потом надо повешить дверь и под дверью уже все сделать. И вот это, я думаю, так попробую. А еще я очень не справился за последние 3,5 года. Три. Кто смотрел первый канал, кто изначально попал на этот канал, тот помнит. Благодарная привычка. Она есть у всех мастеров, которые снимают видосы про машины. Ну, сегодня какая история, что бы вам не рассказать. Вот, поставил дверь, да, и вот дурная привычка делать вот так. Вот, у меня часто видосов так раньше было, вот так, смотрите. Класс. Вот обязательно почему-то раз 6-8 надо дернуть. Вот это, вот за вот это меня так ругали в первых моих видосах. Типа, что ты дверь ухлопаешь? Я не знаю. Почему? Ну, вот поставил, да, открыл. Ну, нормальненько. Мягенько все, зазорчик, смотрите, песня. Ну, все классненько. Ну, ты открываешь и закрываешь и думаешь, блин, натру сейчас. С пятого раза все будет хуже. Но на самом деле с пятого раза ничего хуже не получилось. Хорошо, что элементы светлые. И благодаря вот этой резиночке мы шикарно можем наблюдать зазор. Такой, как с другой стороны. Вот видите, дурная привычка. Есть, все нормальненько. Тут все хорошенько. Все равно снимать будем еще дверь. Поэтому вот здесь одноместника я потом дерну отдельно. Что по порогу, что по зазору. Во-первых, я не ходил еще на ту сторону. Не смотрел, он должен ровно быть или чуть выныривать. Но я думаю, ровно. Ровно идет. Я не за то, что от начала до конца ровно. Не выпрыгивает. Вот этот момент я имею в виду ровно. А так он идет весь немножко дутенький, дутенький, дутенький. Дверька торчит миллиметров там пять. Ой, порог торчит на дверьке миллиметров пять-шесть. Зазорчик около четырех-пяти миллиметров. То есть все ровненько, все красивенько. Вот на, что с вами получилось. Вы знаете, абсолютно этот зазор. Так и хочется взять напильник и вот этот кончик двери спилить. Это неважно, что у нас идет. Хороший, хороший, хороший. Здесь он идет немного меньше. Вот как-то от этого момента он чуть-чуть меньше-меньше. Хорошо, что он у нас ровный. Можно пять метровая провела. Он должен везде немножко подыгрывать. Здесь у нас немножко больше. А здесь вот, где мы первое сдернули, вроде ничего так. Ну, нормально. А так у нас... Так у нас, так у нас, так у нас. Как будто он весь хочет чуть-чуть зайти. Ну, здесь вот реально немножко больше нормы. О, какой мягенький. Какой мягенький. Ну, как бы ничего так уже, да? Прошпаклевочку, стекловолокно. Подрепетировал немножко все. Зазор. Хороший, 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 хороший. Он примерно вот до этого места, он хороший. Дальше он идет на увеличение. И вот эта точка, она опять приходит в хороший. То есть, сейчас взять вот, снять дверь и положить. Здесь будет провал. Не видно, видно, не видно, тянет. Но там есть провал. Вот, тут видно. Так, в целом нормально. Ровно. Все эти мелкие потом доделаем оттуда. Я кое-что тут поддавил. Неудобно. Тут еще, смотрите, какая просеченность большая. О! Не знаю, получится оттуда, не получится. Не получится, придется поттером. Снимаем дверь. И вот это место надо мостом аккуратно как-то поподнимать кант. Ну, и внутряг сразу сделать, пока двери не будет. У меня, кстати, порог уже почти готов. Впереди осталось здесь немножко еще это. Ну, тоже выдавлю, тоже споттер там не надо. Там есть доступ. Что хотел сказать? Да не по порогу, по порогу все нормально. Здесь резины миллиметра 3,3. Если получается ложь, что... Как раз зазор получается везде 3-миллиметровый, где есть резина. Ну, вверху чуть меньше я делаю. Вот еще. Что хотел сказать другое. Кстати, по Кенго. Крыша пришла, но... Но есть одно но. Но у нас будет Кенго. Возможно, даже после этой машины у нас перевертыш Кенго. Там клиент был классный. Все заказки новые покупают. Прикиньте. И крышу, и двери. И клиента мечта. Только он, конечно, денег нифига не заплатит нам. Но мы переживем это. Слушайте. А, по Кенго. По Кенго крыша пришла, но в Delivery есть такая фишка, что они за наложенный платеж отдают только понедельник, среда пятница. Поэтому сегодня не получилось забрать. Ну, ничего, понедельник заберем. Андрюха хорошо крышу упакалал. Я там развернул. Я увидел потертости на картоне. Развернул где потертости, вымазанности. Нормально, крыша полностью хорошая будет. Все не разворачивал, но забирать буду, потом разверну. Теперь понту ее разворачивать. Если это, все равно другое не будет. Так что сегодня видео только одно будет на этом канале. Время начало пятого. Вот вами суббота, вот вами короткий рабочий день. Да сейчас, короткий. Когда-то суббота был у меня короткий. Никогда он не был. Что хотел сказать? Блин, не могу выпутаться из этой всей ситуации. Не могу выйти на спокойный режим работы. Как раньше. Сделал машину два дня выходного. Сделал два дня выходного. Блин, последний год как-то так начался. Трубец. Суббота, мы работаем. В воскресенье выходим иногда на работу. Хоть ненадолго. Но выходим. Мне же это. Хочется вот эту машину закончить. Мы отдадим. Мы будем Кенга очень долго делать. Я маналом работать в этом усиленном темпе. Нафиг оно мне надо. Ничего, блин. 20 лет. Поэтому за этих моментов я и не спешу делать. Да, раньше бы за день вот это все отспатырил бы. На следующий день бы зажил. Собрал и отдал бы в обед. Но мне не хочется так работать. Мне вообще так не хочется работать. Поэтому я так и стараюсь и нервовать. Да фиг там. Я стараюсь так работать, но я не хочу так работать. Постараюсь выйти после Кенги на этот график работы. Свободный. Вам-то я знаю. Видео смотреть очень хочется. Вам очень нравится, когда каждая неделя новая машина. Но я так... Я чувствую, что если я так буду работать, товарищи, то я сдохну быстро. А я пока сдыхать в планах у меня нету. Ну, нету плана сдыхать, поэтому надо немножко тормозить весь этот движ. Готово. Все, порог готов полностью. Здесь пулером сильно проходить не буду. Я петельками прошелся. Допойню, что здесь реально под 5 мм гермитоса именно в самом низу. Я так даже подтянул, что у меня металл выровнялся с герметиком. Это плохо как-то. Ну, если что, маляра, если будут счищать, то они вобьют. Блин. Вобьют. Блин, сырного накончика. А, надо зачищать, да, для споттеров? Ну, некогда было мне зачищать. Мне надо было работать. А, цель, только что, что ролик учил, сказать, что протянка сегодня не будет, потому что опять я целый день, вот уже он, крышу не забрал. И у нас по машине осталась вообще ерунда. Все, осталось вот здесь, подсмотреть, и готово. Понедельник зашьем, подсоберем, наберем, и готово. И готово, и готово. Вот почему, когда вы пишите, говорите, а ты долго делаешь, стойку за 3 дня. Да просто мне работать, не охота в этом напряженном тегре. С 9 до 6 работать не хочу. Не хочу. И так работаю с 10, там, с 10 до полшестого. Поэтому, вам не кажется, что я сильно долго делаю, потому что я нифига не работаю, не работаю. Всем удачи, всем пакету. Я еще тут минимум, наверное, часик буду. Может, что-то еще поделаю, но это уже не существовало, ничего не будет. Часто люди фотографии присылают, сильно ударенного автомобиля. Сделай. Я говорю, не хочу, а что, работы много, я заплачу. Мне вот даже не хочется глобальных сильных ударов делать, потому что на них и физически устаешь, и морально устаешь. А когда небольшие удары, вот как Subaru, как Civic, как Renault в начале года, как это. Они небольшие удары, просто между ними надо делать день-два. Не выходного, а расслабонического дня. Тогда ты уставать не будешь, ни морально, ни физически. Вот мне еще на 6 кусков мяса пожарить. Поэтому, я же говорю, я тут еще часик буду. Крытка жарится, будет я, может, машину со стопеля сниму. В принципе, снимать уже можно. А понедельник мы с вами поднаберем быстренько и отдадим машину. Ну да, когда куриная приправа мясо оранжевое, когда для шашлыка взял, какая-то она отвратительная. Испутанные работы вот эти все. Да, раньше, когда там по-моему уже было, ну там за день я же бегу. А сейчас трудновато. Вот сегодня, вчера-сегодня целый день раком простоял возле этой стойки. И на канистре сидел, и канистру помял. А вот, тяжело мне. Уж простите меня. Всем удачи, всем пакетов, всем до завтра, до послезавтра. Завтра. Так все, я жду завтра, завтра выходной. Видос не будет. Всем удачи. На лавканале тоже, наверное, не будут. А пункту я пока вот эту в польцкое не сделаю, не отдам. Кенга делать вообще не буду. Поэтому всем удачи. Высказался, аж полершал. Всем приятного. Субтитры сделал DimaTorzok